Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Сильные дожди привели к масштабному наводнению на севере Индии. Сотни тысяч человек в штате Утар-Прадеж пострадали от разрушительных наводнений, вызванных разливом реки Гора. Также пострадали дороги и местная электростанция, что привело к перебоям в энергоснабжении по всему штату. Согласно сообщениям властей, было затоплено около 12 тысяч гектаров земли, а также сотни зданий, включая 83 школы. Наводнения на северо-востоке Индии, продолжавшиеся с середины мая по настоящее время, затронули более 1,8 миллиона человек в 3000 деревнях. В последние дни наводнения также привели к гибели шести носорогов и десятка оленей в национальном парке Козеранга в штате Осам. Проливные дожди продолжают сеять хаос в Китае. Прошли серьезные наводнения в округе Джошуй в провинции Шэньси. В разных районах за 12 часов выпало от 60 до 170 миллиметров осадков. Более 20 автомобилей упали в реку в результате частичного обрушения автомобильного моста в уезде Джошуй китайской провинции Шэньси. Подтверждена гибель 11 человек. Порядка 30 числятся пропавшими без вести. По состоянию на 20 часов субботы по местному времени спасатели обнаружили и извлекли из воды 5 автомобилей с 11 погибшими. Поиск еще примерно 20 автомобилей, в которых по оценкам властей могут находиться около 30 человек, продолжается. Из-за ливней и разлившихся рек в Баатзи затопило зоопарк. Все плавает уже несколько дней, в том числе и клетки с животными. Звери заперты, по понятным причинам выпустить их нельзя и переселить сложно пока вся территория в воде. Сотрудники сейчас занимаются тем, что пытаются пристроить более мелких животных в другие зоопарки и найти им места на возвышенностях. В это же время Китаю может угрожать еще одна опасность. Тропический шторм Гайами сформировался в Филиппинском море 20 июля. Скорость ветра в эпицентре достигла 72 км в час с порывами до 88. Гайами движется в северо-западном направлении и может усилиться до тайфуна третьей категории по шкале Софира Симпсона. Ориентировочно 25 июля тропический циклон достигнет территории Китая. Продолжаются погодные аномалии и на Аравийском полуострове. Крупный град прошел в Алятифе, в Саудовской Аравии. Градом побило строение юрты, также пострадали автомобили. После града пустыня превратилась в ледяную реку и кочующему табуну верблюдов вместе с молодняком пришлось ее преодолевать вброд. Три крупных пожара уничтожают леса в американском штате Монтана на фоне рекордной жары. Самый большой из пожаров на юго-востоке Монтаны на самом деле представлял собой четыре разных пожара. Дэдмен, Макги, Прерри и Формайл, которые были вызваны ударами молний 12 и 13 июля. На пике площадь трех активных пожаров в Монтане достигала 70 квадратных миль. Площадь пожара Макги на территории комплекса мертвецов в округе Раузбот достигла 16 188 гектаров. Синоптики прогнозируют в ближайшее время очень высокие температуры в сочетании с ветром. Все это создает благоприятные условия для пожаров, которые могут продолжиться дальше. В республике Саха действуют 88 возгораний. Их общая площадь составляет свыше 682 тысяч гектаров. Дым от пожаров уже окутал 44 населенных пункта. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 52 пожара и локализовать 16 на общей площади 275 тысяч гектаров. Несмотря на ликвидацию, пожарная опасность остается высокой. К тушению привлекли 1704 специалиста и 162 единицы техники. В префектуре Кагасима на юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. Небольшие, но частые извержения вулкана находятся под постоянным контролем со стороны специалистов. Впервые за 4 года столб пепла достиг высоты 5 километров. Из кратера летят огромные фрагменты раскаленной породы, а внутри облака газов, пепла и пыли зафиксированы вулканические молнии. Японские метеорологи объявили третий уровень опасности. Жители города Кагасима готовят к эвакуации. Самое значительное из извержений вулкана произошло в 1914 году и стало одним из самых сильных извержений 20 века в Японии. Это событие изменило местную географию, соединив остров Сакурадзима с материком-перешейком, образованным застывшей лавой. Эруптивная активность вулкана Левотоби в Индонезии продолжается. Накануне вулкан, сотрясая округу, выбросил столб пепла на высоту 3000 метров. Расположен вулкан в юго-восточной части острова Флорес. Метеорологи объявили оранжевый код опасности. Деятельность вулкана представляет опасность для местной авиации. Проливные дожди в Индонезии вызвали сели и наводнения в ряде провинций. В одной из них наводнения принесли многолетние старые отходы кокосового ореха со свалки обратно в деревню, озадачив местных жителей. В курортном городе Сочи было объявлено экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над морем на участке от Магри до Веселого. Один из смерчей заметили вечером на пляже на территории Сочи. Воронка была далеко и на берег не вышла, оставаясь за горизонтом. Крупный пожар произошел в Первой Баптистской церкви в Далласе в штате Техас в США. Сильное пламя и густой дым были видны на многие километры. Поступали сообщения о многочисленных взрывах. Пожару был присвоен третий уровень сложности. На место происшествия направили дополнительные силы и средства для тушения пожара. Полиция просила всех избегать этот район. По информации исторической комиссии Техаса, Первую Баптистскую церковь в Далласе основали в 1868 году. Однако здание из красного кирпича, которое известно как историческое святилище, построили лишь в 1890 году. Отмечается, что это единственная церковь в центре города, которая до сих пор располагается на своем изначальном месте. Позднее, в 1968 году, Первая Баптистская церковь в Далласе получила статус исторического памятника. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok